Всем привет, с вами Кузница Веланда. Меня зовут Антон, это Андрей Андреевич, а справа от меня стоит Иван. И сегодня мы будем делать щит максимально для нас возможными, аутентичными способами. Об истории такого элемента защитного вооружения, как щит, вы узнаете из исторической справки. Щит викингов. Как много в этом слове для сердца викинга слилось? Что же мы знаем о щитах эпохи викингов и щитах вообще? Самые первые щиты мы видим в Древнем Египте. Нет, не годится. Теоретически они были еще в Верхнем Палеолите. А знаете что? Познакомим-ка мы вас с такой интересной наукой, как источниковедение. С одной стороны, потому что мы уже замучили спрашивать у вас в комментариях, а где ваш источник на то, что именно эти аннунаки построили пирамиды? С другой, потому что многим из вас хотелось бы понимать, а что за волшебная фраза «У нас есть источник?» «Сделать по источнику?» и так далее. Исторический источник – это данные, сохранившиеся с интересующей нас эпохи, на основании которого можно сделать либо выводы, либо выводы и реконструкцию. Источники бывают материальными. Это самое главное данное до нового времени. Все археологические находки, все музейные сохранки – это именно материальные источники. Также есть письменные источники – саги, песни, былины, хроники, деловая переписка, документы, законы и даже надгробные надписи. Вот, кстати, погребальный камень эпохи викингов – это одновременно и материальный источник, например, на нем можно отследить и методы обработки камня, и окраску, и даже те самые шлифовальные канавки на некоторых. И это все дает нам кучу данных о ремеслах рассматриваемой эпохи. И он же – письменный источник, когда на нем есть надписи. Таким образом, мы, например, можем выяснить, куда ходили в походы викинги, если там есть фраза типа «брат, погибший в походе на Англию», кого они упоминали в посмертных пожеланиях. Боги скандинавского пантеона и Дева Мария часто оказываются рядом и дают нам представление о двоеверии в этот период. И этот же камень может представлять еще один очень важный тип источника – изобразительный источник. Именно благодаря изоисточникам мы можем достаточно достоверно реконструировать, например, костюмные комплекты раннего Средневековья и более ранних эпох. Поскольку и ткань плохо сохраняется, и обряды кремирования в определенные временные отрезки лишают нас огромных пластов информации. Изоисточниками являются и рисунки, и статуи, и даже изображения на амулетах, и украшениях, на монетах, и, конечно, виньетки на страницах Хроник. Какие еще бывают источники? Культурные – это самый сложный тип источников, с которым нужно очень осторожно обходиться. Это фольклор, дошедший до наших дней. Это этнографическая одежда и элементы быта. Это ритуалы и суеверия, оставшиеся от каких-то времен. И, конечно, это так называемые сравнительные источники, когда для понимания процессов, происходящих в родоплеменном строе верхнего палеолита Южной Европы, мы берем за модель процессы родоплеменного строя современных исследователю племен – австралийских, южноамериканских, африканских. И вот, возвращаясь к щитам. Первые источники на щиты в виде изо, то есть потрясающей красоты и проработанности строй у шепти, статуэток для сопровождения загробной жизни, мы видим в Египте. Это шествие в виде древнеегипетских воинов из гробницы Месехти на Марха Асьюта, 20 век до нашей эры. Казалось, достаточно давно, что нам еще нужно? Нет, недостаточно. До того еще было минимум 15 веков цивилизации с различным найденным и описанным оружием. И еще до того около 50 тысяч лет развития человечества и оружия, и инструмента, и ни одного щита, даже намека. Да, именно так обстоит дело со всеми видами источников. Ни находок, ни изображений, а с письменностью до цивилизации вообще было не очень. И разумный историк в этот момент смиряется и понимает, что нужно просто копать и ждать появления следующих находок. Но! Напоминаем про культурные и сравнительные источники. А как раз они дают возможность развить интереснейшую теорию о возникновении щитов еще в среднем палеолите. И часть ученых в тесной связке с этнографами с интересом ее развивают. Основываясь на изоисточниках, на скальной живописи индейцев и австралийцев, на традиции народов Фиджи и африканских башменов и их орудиях, они выдают достаточно непротиворечивую теорию, с которой я просто обязан вас познакомить. Первые щиты по этой теории выросли с одной стороны от дубины, а с другой от шкуры. То есть в начале воин просто держал дубинку во второй руке, отражая ей удары, а потом догадался выпилить в ней посередине выемку под рукоять. И вот он, первый щит. А другой взял шкуру, намотал ее на неоружную руку и успешно этой шкурой отбивал удары. Он еще не знал, что из него потом вырастет опасный и изящный фехтовальщик 16 века с плащом. Поэтому в начале просто отбивался шкурой, а потом догадался натянуть ее на палку или там на корзину. И вот вам второй вариант щита. Потрясающая идея о том, что первые щиты это луки, развернутые тетивой к противнику, конечно имеют некую этнографическую базу, но кажется с вас хватит. Итак, первые достоверные данные о щитах это Древний Египет. В эпохе Древнего и Среднего царств основным типом щита был прямоугольный с закругленным или заостренным верхом, из деревянных планок, обтянутых корольей шкурой с мехом. Чуть позже мы имеем множественные изоисточники и несколько находок ассирийских щитов. Они были разных типов, что видно по многочисленным рельефам. Эллиптический щит применялся уже на Тукульте Нерурте II на рельефах Ашурну Нацир Апала II. Встречаются небольшие легкие в обращении щиты прямоугольной и круглой формы. Последние довольно оригинальны, с выгнутыми краями и усеянные, как еж, мелкими умбонами. Видимо, происхождение свое такое экзотический вид ведет от щитов народов моря XIII века до н.э. Пехотинцы VIII-VII веков отдавали предпочтение уже не этим маленьким фехтовальным, а среднего размера 60-70 см в диаметре и крупным щитам. Массово использовались большие коническо-выпуклые щиты, прикрывающие бойца от шеи до середины голени. Изготовились они не из металла, а скорее из прутяной плетенки, обтянутой толстой твердой кожей. Подобным же образом каркас из досок производился и другой вид больших щитов, прямоугольные снизу и закругленные сверху. Видимо, подобную форму ассирийские оружейники позаимствовали у подданных фараона во время походов в Египет в VII веке до н.э. Потом Греция. Щиты, похожие на египетскую конструкцию, имевшие форму в виде восьмерки, встречаются на микенских фресках из дворцов и инкрустациях из гробниц XVI-XIV веков до н.э. Судя по всему, они изготавливались из сырых бычьих шкур, натягивавшихся на раму из двух согнутых в дугу кусков дерева, скреплявшихся крестообразно. Горизонтальная планка имела выступающую часть, которая использовалась как ручка. XVI-XIV века до н.э. это в два раза с половиной глубже по траку времени от викингов, чем от викингов до нас. Вдумайтесь, нас с викингами разделяют какие-то 10 веков, а от них до щитов Древней Греции целых 25 веков. Самые известные греческие щиты это гаплоны, но правильнее их назвать асписами. Кожные щиты не всегда имели каркас из прутьев, это мог быть просто круг или овал из ороговевшей сырой кожи, но он мог также изготавливаться из очень толстой специально выделанной кожи, которая не только выдержала удары холодным оружием, но и могла отразить мушкетный выстрел, если бы уже было огнестрельное оружие. Ибо именно такой щит 8 века до н.э. найден в ходе археологических раскопок в Ирландии. Подобные щиты выделывали североамериканские индейцы и масаи. Некоторые народы в Мексике, а также в Индии использовали для изготовления щитов панцирь и черепах. Щиты могли иметь и некоторые усовершенствования. Так, апачи в 18-19 веках н.э. не ранее прикрепляли на своих щитах зеркала для ослепления противника. У африканцев же с внутренней стороны щита могло помещаться от 3 до 6 метательных клинков, очередных подвидов хунгамунги, чему источников нет вообще, но ведь могло же, по мнению уже не историков, а вездесущего интернета. При этом уже в 8-7 веках до н.э. появляется совершенно иной тип щитов. Чаще малые, чем большие, вначале оковные, бронзой или железом по всей внешней стороне, позже полностью выполнены из металла. Этот тип крайне интересен и, конечно, сейчас мы о них ничего вам не расскажем, как и об их дальних потомках. Тарчах, таргах, маду и кулачных щитах. Зато потом, ну вы знаете, что нужно делать. Наш же щит викингов, он же славянский щит, известен как физическое явление, как раз со времен древней Осирии. Это круглое поле диаметром от 40 до 110 сантиметров, собрано из досок с выраженным металлическим умбоном, рукоятью с внутренней стороны и обтяжкой кожаным, реже металлическим рантом по краю. Именно в таком виде, через Грецию и первые асписы, через Рим и Пармы, через варваров-германцев и к богато украшенному, но все же такому же щиту эпохи Венделя, наш щит наконец дошел до эпохи викингов. И там он отражен во множестве источников, иногда настолько интересных и взаимопротиворечивых, что мы расскажем вам об этом в нашей следующей заключительной серии фильма про щит. Я вот иногда подумываю, что хочется сделать что-нибудь китайское. Ну круто же выглядят всякие дао, дзянь, олени-рога. Пойду вдохновляться. Как раз есть подходящая игрушка. Silk Road Online называется. Олдовая, приятная на вид, да еще и с историческим сеттингом. Основанная на караванах шелкового пути. То есть вы выбираете сторону, европейцы или китайцы, качаетесь, а затем идете активно пвп-шить. Вы можете либо грабить, либо защищать караван. Это не только интересная пвп-активность, но еще и возможность неплохо подзаработать. Помимо этого в игре есть хардкорные подземелья и мировые боссы. В общем, заняться точно есть чем. А от выбора расы будет зависеть ваша прокачка. Европейцы больше нацелены на групповые приключения, где у каждого своя роль. Китайцы же скорее соло-бойцы. Рекомендую вам попробовать обе расы и понять, что вам ближе. Ссылка на игру Silk Road будет в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сырье для нашего щита мы будем получать из бревнышка. Мы его срубили по весне, из него вышел сок, оно дало трещину, то есть оно сухое. Доску мы будем получать расщепом. Как это делается? Прорубается топором канавка, в которую вбивается клин, после чего по клину ударяется несколько раз, канавка расширяется, вбивается еще один клин, еще, 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 ну, грубо говоря, пока бревно не треснет. После чего тем же методом мы получаем тоненькую дощечку, тем же самым отщипом от половинок бревна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотя во времена викингов пиление было известно широко распространено, но в строительстве и корабельных, например, делах предпочитали щепить дерево, потому что не нарушается структура материала. При пилении волокна перерезаются, и дерево на себя очень много влаги набирает. Такой метод использовался вплоть до 19 века, например, в деревнях для постройки крыш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для изготовления щита нам потребуется создать энное количество клея, поскольку, что такое клей ПВА, мы в 10 веке не знаем, мы идем аутентичным способом, то есть мы изготавливаем клей животного происхождения. В нашем случае мы, после того, как испробовали меч, у нас осталось энное количество косточек от бедной зверюшки, вот, из них можно сделать клей. Что для этого требуется? Нам нужны эти кости для начала на протяжении 2-3, может быть, 4 часов проварить в щелочном растворе. Проварить нам эти кости нужно для того, чтобы избавиться от жиров, которые нам не нужны в составе клея, иначе клея не получится, и оставить исключительно клеевину, то есть белок. Соответственно, в качестве щелочи мы можем использовать просто золу, просто потому что зола является, по сути, щелочью. В данном процессе щелочь, которую мы добавим в раствор и жир из костей, будут взаимодействовать, в ходе чего мы получим, по сути, глицерин, из которого в теории можно сделать мыло. Вообще существует несколько вариантов изготовления клея на выбранную нами эпоху. В частности, помимо костного клея мы могли воспользоваться, создать рыбий клей или казиновый клей, но осетр в Москве-реке как-то не особо водится, а коза приказала долго жить после последней дойки, так что воспользуемся костным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как это в жизни бывает, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. А именно, у нас, в принципе, подобный опыт впервые. То есть мы раскалываем бревно впервые в нашей мастерской. И опыт у нас есть в целом теоретический. Соответственно, с первым все получилось полубревном, а второе пошло ломаться. Скорее всего из-за сучков, может быть, неправильной сушки, а может быть, руки у нас пока неоткуда надо растут. Почему? Потому что если мы переработаем там N бревен на доски, я думаю, у нас будет получаться гораздо лучше и ровнее, и мы сможем даже сразу щепить более тонкую доску, потому что сейчас мы, скажем так, ради получения доски щепим ее толстой, чтобы больше снять потом скобелем. Но я подозреваю, что те, кто на профессиональной основе этим занимается или занимался, могли себе позволить щепить и потоньше, чтобы меньше работать скобелем. Поэтому у нас будет больше отходов, но у нас стоит задача сделать самостоятельно доски из бревна, поэтому придется импровизировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, сейчас бы рейсмус. Друзья, мы оказались в Москве, в демо-руме компании Makita, где представлен огромный ассортимент доступных на российском рынке инструментов, преимущественно аккумуляторных. И здесь можно все посмотреть, подержать в руках, вам расскажут про различные характеристики и прочее, и вы сможете подобрать инструмент для себя, который доступен именно частным лицам. Но самое главное, что есть здесь вот такое помещение, где можно реально все попилить, попробовать на вашем принесенном с собой материале, и самое главное, что понять, насколько же удобен инструмент Makita. И самое уникальное в том, что сейчас подобные демо-румы открылись в крупных городах практически по всей России. Вы можете пройти по ссылке в описании, там будет форма для записи, куда вы можете прийти, попробовать, а в конце вам еще и подарят подарки. Если вы планируете подобрать для себя инструменты и хотите что-то попробовать вживую, приходите. Это реально круто, здесь очень интересно. Мы здесь как в Диснейленде побывали. Я многих вещей таких в жизни не видел. Так, мы начерно обгрызли наши доски. Сейчас их надо подогнать друг к другу. Подойдет как раз клей. И начнем с клейку всего изделия. Вот, клеить будем по две доски, потому что полностью мы не успеем, так как клей наносится в горячем виде. Он будет давать пленку, и, короче, не прожмем мы эти доски, если клеить их сразу все. Для хорошей проклейки всего изделия надо обеспечить плотность прижатия. Для этого мы сейчас подгоним вот эти щели, после чего вот так по две досочки мы будем их склеивать при помощи веревки и клиньев. Бульончик готов. На вид даже вкусно, на запах не очень. Жижу нам необходимо слить. Дальше мы достаем косточки, прорываем их, учащаем из них остатки органики, если таковые останутся. Перемалываем. И продолжаем процесс изготовления клеевины. КОНЕЦ Так, мы это все прекрасно подробили. Теперь нам нужно еще это поварить, чтобы, собственно, получить ту самую клеевую составляющую, которая нам так нужна. Пусть глаза вас не обманывают, там на самом деле есть вода, просто вы ее пока не видите. Мы довели вторую версию нашего бульона до кипения. Теперь нам нужно немножко разгрызти угли, чтобы уменьшить жар и дать ей повариться на слабом огне еще несколько часов. Да, историческая реконструкция, это весело. Соответственно, после того, как мы эту жижу проварим несколько часов на слабом огне, нам необходимо будет ее процедить в ту или иную деревянную тару. Здесь сразу важное упоминание. Если тару мы хотим сохранить для дальнейшего использования, то стенки лучше смазать чем-нибудь жирным, чтобы данная субстанция не впиталась в дерево и не испортила нам емкость. Соответственно, после того, как мы ее процедим, все то густое, что осталось, то есть какие-то шметки костей или что-то еще, мы выбрасываем к чертям собачьим, потому что это отход. А, соответственно, жижа, которая останется, нас интересует. Ей мы даем, как это, не высохнуть, а застыть и превратиться условно в такую жиреподобную массу, в желатин условно, если грубо говорить. И вот данную субстанцию в дальнейшем мы уже можем использовать для создания, для варки клея. То есть мы таким образом заготавливаем какой-то запас, который в дальнейшем мы дробим на мелкие гранулы и из них уже, собственно, на паровой бане мы варим клей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клей у нас, наконец-таки, готов к паровой бане. Он размок, разбух, превратился, то, что нужно. Теперь мы, собственно, берем котелочек с водичкой, ставим на слабый огонь, что важно, то есть здесь нам нужно его как бы не кипятить, а просто держать в нагретом состоянии. И котелочек с замочным клеем мы помещаем уже в него, пытаясь все это не разлить. Соответственно, в таком состоянии эта конструкция должна находиться на протяжении всей склейки, поскольку клей должен быть в разогретом состоянии. Если мы дадим ему остыть, после того, как мы его нагреем, он встанет, это работать им будет нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы заклеили поле щита. Сейчас при помощи импровизированного средневекового фрезера мы попробуем его вырезать. Если у нас не получится, то мы просто нанесем на него разметку. Дима Торзок мы придали контур заготовки щита, но это еще не все. Заднюю стенку надо выправить для того, чтобы поставить на нее ручку, чтобы она плотно прилегала и усиливало дополнительно всю конструкцию. А с внешней стороны на находках данных щитов мы обнаруживаем, что они по форме, что они в сечении имеют вид выпуклой линзы. По центру это около 10-8 миллиметров и сходятся к краям миллиметров на 6. Поэтому при помощи скобеля мы сейчас это все дело выстругаем. Редактор субтитров А.Семкин